очагов тв представляет салют как вы нельзя пожелать нормально с южной ну недалеко город очаков знаете это на берегу черного моря вы из какого города вы с донецка вы сейчас в донецке на а какие две главные улицы донецка 2 2 центральные улицы самые большие ленина то есть вы сейчас прямо в донецке на пассе в район слушайте а почему тогда ну там же у вас всех до 60 лет или даже из 5 забирают под ружье ставят почему вы не зашел ну это у вас официально объявлена мобилизация ну вы ошибаетесь а у вас в днр и не объявлена мобилизация днр не объявлена мобилизация объявлено у нас все идет по закону ну а как по закону для кого она объявляет для вас не объявлено я уже отслужил свою я нет я раненый по ранению а куда вас ранило бедро то есть вы вы зализываете раны сейчас давно вас ранило то есть вы семнадцатого года а или вы инвалидность получили а это другой ну так вам повезло слушайте а то бы сейчас лежит лежали блин с пробитой головой вы знаете вот вашему этому самому как его фамилия я не помню джазист ваш из вашей филармонии помните какого сейчас я даже вам скажу сейчас негде даже фамилия его было сейчас я вам скажу звягинцев 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 джазовый музыкант донецкой филармонии его поставили под ружье и как вы думаете и кинули под мариуполь как вы думаете через сколько часов он погиб ну и что нет нет я говорю к тому что у вас набирают всех подряд джазистов взяли кинули под мариуполевой естественно тут же грохнули а вы хитр такой я немножечко этот пейк немножечко так и раскинул а первым во первых он дал взятку чтобы попасть так это было добровольное а во вторых его не грохнули да это было добровольное так а то что вам навязывают ваши сми а как это может быть добровольное решение если всеобщая мобилизация идет вот так вот есть люди которые идут добровольно я понимаю когда идет все вообще мобилизация все идут хоть добровольно хоть не добровольно идут все я хочу насчет мобилизации чтобы понимали очень поэтому джазистов кидают под мариуполь да у вас стоят такие очереди блин обученных людей поэтому кидают джазистов на мариуполь оккупанта конечно конечно нет крыса ты крыса ты крыса ты 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 ловая крыса ты себе устроился ты себе устроил в семнадцатом году самострел да ты себе устроил в семнадцатом году самострел ранил себя в бедро и будет себя бить копытами в грудь и говорить я ветеран куликовской битвы ребята вперед за дыныры за лыныры или откуда вы там за ты 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 блин а сам сидит дома блин и говорит я военный инвалид получаю пенсию по инвалидности а вы но у нас стоит очередь я в этой очереди не стою а вам а вам ногу оторвало у вас есть все все на волос у вас ноги есть все кукарекой ну понятно ведь он все у него закончились аргументы и так далее ракины слушай тебя в бедро ранили до дыши в жопу раненый блин да в этом бедро тебя ранили знаешь как знаешь как назову ролик знаешь как можно назвать ролик сейчас подожди секундочку можно назвать знаешь как ролик в жопу раненый в жопу раненый из дыныры вот почему русские войска зашли в украину в жопу раненый из дыныры уничтожен да а таких как ты а таких как потому что ты сука которая смеется над смертью людей не людей а захватчиков животных животных вот таких как тихо-тихо-тихо-тихо а ты а ты диваный воин жопу раненый а ты в жопу раненый диванный воин блин не сидишь не рассуждали ты в жопу раненый это от тебя воняет в жопу раненый диванный воин из ДНР куда ты убежал ой блин ой я не знаю назову я так этот ролик или нет в жопу раненый в жопу раненый ДНР это было бы хорошее название я не знаю ютуб такое пропустит или нет я попробую все пока здравствуйте здорово как дела не очень я говорю хорошо а у тебя плохо да нормально ты из какого города из этого ЛНР из этого ЛНР а город как называется из этой ЛНР но понятно и что он этим хотел сказать хоть бы выучил хоть один город прежде чем врать начинать здравствуйте привет что вы там как там рассказываете вы откуда с Дальнего Востока что ли нет я с Кубанем с Россией Краснодарский край а вы откуда а сколько у вас сейчас время что у вас светло за окном какая какая у Кубани я ка светло бля светло это на кухне светло бля а это у вас лампочка хорошая хорошая лампочка понятно я из Калифорнии понятно ну рассказывайте какой там обстановочка ну хорошо у нас обстановочка по 6 долларов за баррель или как там у вас за баррель нет пока за баррель намного дороже но были времена когда было по 9 долларов ну 5.20 я последний раз заправлялся я живу в Калифорнии самый дорогой штат в других штатах по 4 там и меньше это много мне кажется ну как для американской зарплаты это вообще ни о чем ну понятно ладно иди нахуй чего ты блин куда ты ему не понравилось не понравилось что он не может опустить блин калифорнийца в связи с его ценой на бензин потому что он понял если мы сейчас заговорим об его ценах то ничего не останется как убежать он решил это заранее сделать молодец молодец прозорливый чел такой за которой кроются виллы и даже как будто бы не подозревает о чел здорово я с тобой по-моему разговаривал нет нет ты из какого города с Москвы с Москвы блин у тебя наушники больше чем твоя голова у тебя голова маленькая или наушники большие а это от зависти вы так говорите или что ну да у меня стреки маленькие если бы у меня были вот такие наушники я бы тоже был блогером ты же блогер или стример так а почему в таких тоже можно так у меня денег нет на таких на такие наушники подкопить немножко надо и все ну надо я-то коплю-коплю но вот не смог пока накопить слушай а ты стример или блогер у тебя стрим сейчас нет куда ты убежал блин ах ты гаденыш блин он убежал он не захотел раскручиваться блин вот такие наушники и вот такая голова честно не знаю что и большие наушники или маленькая голова он мне так и не прояснил нифига а